Если мы будем возносить славу Творцу, то среди нас действительно будет мир. Глава Екатеринбургской митрополии поздравил свою паству с праздником Рождества Христова. В ночь торжества в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Божественная Литургия, а в праздничный день – Архиерейская Рождественская Вечерня. Рождество Христово – одно из главных свидетельств проявления Божия промысла о мире, начала его спасения. Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения. Святое семейство вынуждено было остановиться для ночлега в пещере, в загоне для скота. Там и появился на свет младенец Христос. Иисус вочеловечился, чтобы спасти человека. И Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. И поэтому события праздника и само торжество в храме являются духовным ориентиром, которому мы стремимся следовать весь наступивший год. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Самвона зачитал рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тот призыв, который обратил к нам Святейший Патриарх Кирилл, чтобы сегодня, в эти непростые времена, мы были внимательны к Слову Христову, внимательны и обращены лицом к Церкви Христовой, и к тем людям, кому тяжело, чтобы этот призыв был нами услышан. Чтобы мы молились Богу, приносили покаяние, потому что единственное в этом ключ, сердцевина, залог того, чтобы попущенное нам испытание прошло с минимальными потерями для наших душ и для наших тел. Также в главном соборе города Екатеринбурга состоялась архиерейская рождественская вечерня. Богослужения совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. За богослужением молились многочисленные духовенства митрополии. Также по устаившейся традиции за рождественской вечерней состоялось награждение клириков епархии. Выражая нашу любовь к вам, дорогой владыка, и обращаясь к вам с пожеланием к тому, чтобы ваше служение на Екатеринбургской кафедре стало служением подлинным Словом Божьим, которое стало плотью для нашего спасения. В завершении архиерейский хор Свято-Троицкого кафедрального собора радовал всех исполнением рождественских колядок.